Нормальный друг! И снова всем привет на канале УНБ. Мы продолжаем свой ремонт Астон Мартин DB9. И, ну это чуть-чуть позже, а с утра, для заряда бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Несем немножко черного юмора, надеюсь, все поймут. Два друга, один из них решил прикольнуться над другим, ну и говорит ему, ты знаешь, мне осталось, сегодня был у доктора, мне осталось всего 7 часов жить. То есть к утру меня уже не станет. Давай проведем, ты у меня единственный друг, давай проведем этот незабываемый день, так, чтобы, ну, чтобы аж ах. Ну и нажремся, короче, и будем пить до утра, всю ночь будем пить до утра. Тут, да, нормальный друг, ему завтра не вставать, а мне в 6 часов на работу. Такая анекдот. Ну, а теперь, тема дня, заставка пошла. Обстоятельства складываются так, что немножко мы выходим из графика. Во-первых, много недочетов, которые мы не учли, а это именно какие-то крепежи, какие-то крепления, взять даже крепления фар, приходится их потихоньку восстанавливать, на это уходит очень много времени. Ну и мало того, все знают, наверное, и в Москве был ураган, нас он тоже не обошел, у нас оборвало провода, и два дня не было света. То есть, это нас немножко выключило тоже из колеи, но дело не в том. Мы, как вы видели в предыдущем ролике, восстанавливали бампер, и здесь прошел небольшой казус. Акелла промахнулся! Акелла промахнулся! Да, Акелла промахнулся, и не учли мы того, что бампер у нас весь разрезанный, он шаткий валкий, и под своим весом ухо свисало, и форма бампера была нарушена. И когда мы все это заклеили, поставили бампер около ворот, издалека я заметил, что лука бампера, а именно его изгиб, сама форма, которая идет по кузову, была нарушена. То есть, ухо немножко торчало в сторону. Да не немножко, 10 сантиметров. Когда мы примерили бамперу, о ужас, он не подходит. Ну, такое бывает. Тут действительно немножко не учли мы, и пришлось этот бампер все счищать. Но самое интересное то, что мы все сделали качественно, и счищать пришлось очень долго, потому что очень плотные слои были стекломата. Ну, сняли, зачистили, сделали, выставили как надо по зазорам. И сейчас, на данный момент, бампер продолжается делаться. Сегодня в наших планах его закончить под грунт и примерить машину. Очень много, к машине, очень много геморроя с зазорами. Машина уже делалась немного впереди, и все бы ничего, все бы сделано, было бы хорошо, но немножко левый лонжерон поднят вверх. От этого зазоры не встают ни в какую. До нас ее, видать, собирали, но собрали все в натяжку. То есть, если все натянуть, оно вроде бы как и входит. Получается, бампером мы затягиваем аж фары и крылья, и бампером, получается, мы натягиваем это все. Но так не должно быть. Должно все свободно вставать. Субтитры сделал DimaTorzok Мы приняли решение, что нужно поработать с лонжероном, а именно опустить его вниз. Что мы, в принципе-то, и сделали. Это тоже заняло какой-то кусок времени. То есть, пока машину на упор поставили, пока нашли точку, с которой продавить все, это занимает время. Опять же, сорванные болты, которые заскорузли и затвердели, которые мы отмачивали на протяжении этой недели. Они плохо очень выкручивались, но мы их победили и выкрутили. И сегодняшняя наша задача сделать бампер под грунт, а также загрунтовать капот. И, возможно, дай бог, если мы успеем, сегодня будем до победного прокрасить внутрянки дверей, внутрянки крыльев, чтобы у нас внутрянка была готова. Потому что снятые крылья не получится у нас покрасить, поэтому нам нужно покрасить торцы. Это во-первых. Но снимать все равно придется, потому что конструкция крыльев здесь немножко хитроватая. Там сзади сетка, которую нельзя красить, которую плохо обклеивать. И блестяшка, которую мы тоже не оденем, если крыло будет на месте, то есть на машине. Это плохо. То есть, вот такие вот маленькие неурядицы постоянно сопутствуют при этой машине. Да, машина интересная, машину интересно делать, приятно. Но когда она начинает выкидывать вот такие фертиля, это уже начинает напрягать. Ну, продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, хотелось бы немножко отвлечься и сказать такую важную информацию. На инстаграме проскочило, да, что мы снимаем аккумулятор на этой машине. Конечно, это большую сложность вызвало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккумулятор разряжается буквально за 4-3 дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, ну, если машина не работает. Потому что много у ней там всякой фигни. У ней только мозгов два комплекта. Под левым и под правым крылом. Но дело не в том, для чего мы оголили аккумулятор и подключали к аккумулятору клеймы. Да, здесь есть клейма в носу машины, плюс, но здесь два варианта. Во-первых, массу нужно за что-то цеплять, там везде алюминий. И сделать отметину алюминием нам совершенно не хочется на такой дорогой машине. Это первый вопрос. При таком количестве мозгов мы рисковать не стали. Машина не наша, мы ее не знаем, поэтому мы отключаем. Сейчас у нас много что с машины снято, какие-то провода могут где-то замыкать, и мы вообще отключаем аккумулятор на ночь. Для тех, кто не особо соображает в этой теме, например, надо варить машину и надо снять аккумулятор. Большая поправка, будьте внимательны. Сейчас вы послушайте, хорошо. На этих машинах есть система эммобилазера. И любая операция какая-то с аккумулятором, будь то снятие клеймы, поставили, сняли фару, поставили. Делайте все, любое, что вы делаете с электрикой, с вытащенным ключом зажигания. Сняли, вытащили ключ, сняли аккумулятор, поставили аккумулятор, воткнули ключ, заводим. Если у вас ключ будет даже воткнут, но даже не провернут, а просто воткнут, вы снимете аккумулятор, оденете, машину вы уже больше не заведете. То есть заведете, надо вытащить ключ, одеть аккумулятор, потом сунуть ключ и завести. Потому что обновляется система эммобилазера. Ну, я сам в этой фигне не волоку, но меры предосторожности все-таки знаю. Да, какие-то ошибки вполне, может быть, запишутся. Ничего тут страшного нету, хозяин знает. Ошибки заехал в мастерскую и обнулил. Все, здесь ничего такого нету. Это не татуировка, понимаете? Татуировку можно вывести, а уж эти ошибки, как два пальца. Так что, а почему все это началось? Ну, вот нет худа без добра, да? Шадрик, есть такое чмо, написал хозяину автомобиля, что он тебе там поснимал, все ошибок будет. Ну, мы поржали над ним, конечно. Шадрик, тебе привет. Завидуем молча, дави слюной. Скорее бы тебя уже жаба задушила, е-мое. Дело в том, что человек пытается куда-то написать, а самому даже посидеть бы в такой машине даже не дали бы. Вот и изводит себя. Так что, если кому-то он вам пишет в личку, смело посылайте его на... И все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот вроде и все на сегодня. Два дня продуктивной работы. Что мы сделали за эти два дня? Мы убедились... Вернее, не убедились. Мы переделали практически весь перед, чтобы у нас встали зазоры. То, что мы запланировали бампер загрунтовать, дверь загрунтовать, бампер сделать, да? То, что мы сегодня сделали. Что мы не успели? Мы не успели загрунтовать капот и довести второе крыло. То есть, хотелось бы это сегодня сделать, но мы снова не успели. Очень много у нас времени отняли мелочи. Так что, снова мы день практически не нагнали. Но радует, радует. Основной кусок мы сделали большой. Единственное, что может быть, нас разгрузят с колесами. Ребята, скорее всего, это будет. И я сделаю ролик по покраске дисков порошковой краской. Я думаю, это будет интересное видео. А на сегодня, наверное, все. Такой небольшой видеоотчет. Потому что, действительно, сегодня просто некогда было ничего объяснять. Ничего не этого. Надеюсь, в следующих роликах мы это нагоним. Ха! Хотелось, да, представить. Вот к нам приехал гость. Иди покажись. А то фотоаппарат поворачивает. Да. И крышечку он свою доделал. Если вы видели мастер-класс. У нас был мастер-класс. И он вот эту крышечку делал. Все, заделал. Ну, чуть-чуть еще тут доработать. В принципе, нормально смотрится. Это его моцик, не мой. А то будут вопросы. Олега, что, калибру на моцик поменял? Да. А на сегодня все. Здоровья всем крепкого. Настроения бодрого. Ну, и, конечно же, добра и бабла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова